Всем привет, с вами Вадим. Сегодня я на личном примере покажу, как пошагово выйти на Яндекс.Маркет. От регистрации личного кабинета селлера до обработки своего первого заказа. Первое, в чем следует разобраться, кто может продавать на Яндекс.Маркете. Могут продавать самозанятые, предприниматели и юрлица. У самозанятых есть ограничения, они не могут перепродавать товары, а также максимальная выручка в год 2 миллиона 400 тысяч. Это по всем видам деятельности, не только маркетплейсы. И в целом, самый подходящий вариант это открыть ИП, причем сделать это можно абсолютно бесплатно, без визита в налоговую, даже если вы находитесь в другом городе. По ссылочке в описании переходите. Страница регистрации ИП онлайн, нажимаете «Открыть ИП», вводите ФИО и телефон. А далее все очень просто. Вводите регион, в котором вы зарегистрированы, с НИЛС, электронную почту. И смотрите, что очень важно. Здесь, чтобы стояла галочка «Бесплатная защита от спам-звонков». На втором этапе необходимо подгрузить паспорт и вашу регистрацию. На третьем этапе необходимо выбрать вид деятельности. Если вы планируете продавать на маркетплейсе, выбираете здесь вкладку «Как справочники» и вводите 47.91. Это тот самый АКВЭД, который необходимо выбрать для торговли на маркетплейсе. Если вы планируете еще оказывать какие-то услуги или продавать какие-то товары по другим видам деятельности, внимательно с ними можете ознакомиться и выбрать то, что вас интересует. На четвертом этапе необходимо выбрать систему налогообложения. Большинство открывает на упрощенке доходы, УСН-доходы. Можно еще открыть УСН-доходы минус расходы, и вы можете подумать, что «О, тогда я буду платить меньше налогов». Не факт. Ставка может быть выше, и расходы нужно будет обязательно документально подтверждать перед налоговой. Так вот, большинство открывает ИП на УСН-доходы. Как только вы все заполнили, нажимаете «Отправить данные». Далее с вами свяжется представитель банка, назначить встречу, вы подпишите документы на открытие ИП, ничего платить не нужно, повторюсь. И далее ждете примерно от 3 до 5 рабочих дней, ИП откроет, придет уведомление на почту. И с вами повторно встретится представитель банка для того, чтобы уже открыть расчетный счет. От 2 до 4 месяцев будет бесплатное обслуживание, если открываете ИП по моей ссылочке в описании. И, в общем-то, дальше уже выберите тот тариф, который вам подходит больше. Теперь давайте же зарегистрируем личный кабинет селлера и получим 10 тысяч бонусов на продвижение. Переходим по ссылке в описании, я ее сверху закреплю, оставлю в закрепленном комментарии. Попадаем на такую страницу. Здесь, если вы уже авторизированы в Яндекс, то нажимаете на кнопочку «Стать продавцом». Там будут уже данные занесены, если их нет, то вносите данные. И на втором этапе нужно указать название вашего магазина, например, если вы уже продаете на другом маркетплейсе, тоже название можете описать. Город, где хранятся товары, город фактически, где вы находитесь и сколько позиций продаете. То есть здесь особых придирок нет. Я думаю, со стороны Яндекса я выбрал от 10 до 50 товаров. Если сайта у вас личного нет, то ничего не пишите. Промокод у вас будет вот этот для того, чтобы вы получили 10 тысяч бонусов. Далее выбирайте, кто вы являетесь, как мы обсудили. Проще всего открыть ИП, выбирайте ИП. И кому будете продавать, только физлицам, либо еще и бизнесу. Я выбрал только физлицам. Сейчас нужно выбрать модель, по которой вы будете работать, но это ни к чему вас не привязывает. Например, я бы хотел выбрать FBY, то есть продавать со склада Яндекса. Нажимаю «Выбрать». И сейчас мне нужно заключить первым делом договор. Также я смогу FBS чуть позже подключить. Все вам покажу. Нажимаете «Составить заявление». Далее заносите сведения о вашем ИП. Это ИНН, адрес регистрации, фактический адрес, если совпадает, его же указываете. Далее вносите реквизиты своего расчетного счета. Их можно взять в онлайн-банке. У меня это Тинькофф Бизнес. И выбирайте «Система налогообложения». У меня это упрощенная, у СН доходы. Далее ждете 24 часа. Уведомление вам придет на электронную почту. Теперь давайте рассмотрим системы, по которым вы можете продавать на Яндекс.Маркете. Первая система – FBY, когда вы отгружаете товар на склад Яндекса, и оттуда он далее продается покупателям. Второй вариант – это FBS, когда все свои товары вы храните у себя где-то в какой-то локации, будь то офис, дом или машина, или гараж. И когда вам падают заказы, вы можете обработать заказ, что мы сегодня, кстати, и сделаем. И далее даже отгрузиться на пункт выдачи Яндекса. Оттуда он поедет до покупателя. Есть еще система DBS – это когда вы доставляете товар своими силами. Причем вы можете доставлять по России, используя, например, почту России, если не изменяет память, либо другие транспортные компании, агрегаторы, которые доступны. И в таком случае вся доставка лежит исключительно на вас. И также есть еще возможность работать по экспресс. Здесь вы должны максимально оперативно обработать заказ и отгрузить его именно в том городе, в котором вы открыли склад. Сегодня в этом видео я покажу, как отгружаться, как работать по системе FBY и как работать по системе FBS. Это наиболее распространенные варианты, как можно продавать. Для того, чтобы создать карточку товара на Яндекс.Маркете, с левого меню выбираете «Товары», «Каталог товаров» и справа вверху нажимаете «Загрузить товары». Вы можете создать товар, найдя просто по артикулу, который уже есть на Яндекс.Маркете, и тем самым привязаться к чужой карточке товара. Можно, в общем-то, подгрузить по API данные или же нажать просто «Добавить новый товар». Далее заполнение очень интуитивное и понятное. Например, SKU – это артикул товара. Я все беру с личного кабинета Valbris информацию, то есть где SKU я вставляю артикул товара, название товара я вставляю оптимизированное название товара. Бренд или производитель указываете либо свой бренд, либо нет бренда, либо бренд, который вы закупаете. Штрих-код я взял, например, с Valbris. Артикул товара я вставил то же самое, что и SKU в первом поле. Категория в вашем магазине. Здесь, обратите внимание, эта категория указывается исключительно для вас. Чуть позже мы будем выбирать категорию, в которой будем показываться для покупателей. Описание тоже я просто копирую с Valbris и вставляю. Страна производства. Габариты упаковки. Здесь обратите внимание, что вес в килограммах, а ширина, длина и высота указываются в сантиметрах. Также вы можете создать теги, но эти теги исключительно для вас. Опять же, для удобного фильтра в личном кабинете. Параметры срока годности и службы гарантии документа, я думаю, не нуждаются в комментариях. Это все заполняйте, исходя из того, какой у вас товар. А вот интересный раздел под названием «Уценка». Если у вас есть какой-то уцененный товар, вот немножко поврежден, например, и он нормальный в целом, и вы его хотите продать дешевле, можете указать тип уценки, внешний вид. Но имейте в виду, эта карточка будет уцененного товара. Поэтому, если у вас есть целый нормальный товар и уцененный, вы делаете две разные карточки товара. На втором этапе загружаем изображение и видео. И на третьем этапе мы выбираем категорию для товара. Она определяется, как правило, автоматически. Вы можете ее отредактировать, ввести в поисковой строке. Здесь вот категория, которая нужна. И имейте в виду, потом карточка товара будет проходить модерацию. Могут эту категорию не одобрить и попросить выбрать другую. В ключевых характеристиках мы выбираем тип товара. Это тоже влияет на то, в какую категорию товара мы попадаем. Пол, материал и так далее. Если со звездочкой, как вы понимаете, поля обязательны для заполнения. И последнее. В завершении мы заполняем стоимость нашего товара. Здесь, как на озоне. То есть, основная цена – это та цена, которая уже с учетом наших скидок. Справа мы указываем цену до скидки. Причем мы можем прописать себе стоимость и дополнительные расходы, чтобы потом смотреть чистую прибыль прямо в Яндекс.Маркете. И смотрите, вы можете указать цену для всех ваших магазинов и нажать просто «Разместить». А можете указать для отдельного вида, по которому вы будете работать, FBS, либо FBY, отдельную стоимость. Но имейте в виду, что обязательно проставляйте ставку НДС. Если вы без НДС, то НДС не облагается. Выберите. Я вот здесь что-то забыл. Далее, зайдя в раздел «Товары», «Каталог товаров», мы видим статус нашей карточки. Модерация, как правило, может занять 2 дня. На моем личном опыте это день создания карточки плюс 2 дня. Получилось 3 дня. Мы можем здесь корректировать стоимость, посмотреть по ценообразованию. Про ценообразование давайте поговорим отдельно. Ценообразование на Яндекс.Маркете. Заходим в раздел «Товары», «Каталог». И напротив «Товаров» видим уже конкретно сколько мы будем отдавать Яндексу при той или иной модели, по которой мы планируем работать. Заходим, например, вот так вот нажимаем и видим всю детализацию. Я делаю вывод, что в принципе работать со склада Яндекса получается мне нет. На самом деле работать по DBS дешевле. Но имейте в виду, DBS – это когда мы своими силами отправляем доставку, а на самом деле может оказаться даже дороже. Так вот, размещение товаров на витрине – это комиссия с продажи. Прием и перевод платежа покупателей – это интернет, эквайринг. Складская обработка – это когда мы поставку на склад делаем. Если же мы работаем по системе FBS, то мы, по идее, платим за логистику и еще за обработку нашего заказа в сорт-центре либо пункте приема. Вот я на ПВЗ сегодня товар понесу по FBS. С меня возьмут 25 рублей плюс 60 логистика и получается 85 рублей. А если я буду продавать со склада Яндекса и поставку сегодня я тоже буду делать, то заплачу, заказы получается меньше. Дополнительные услуги – это у нас приемка, обработка, излишков. Будьте внимательны при создании поставки, указывайте не больше, точнее не меньше, чем фактически вы будете поставлять. Платное хранение тоже рассчитывается, исходя из оборачиваемости по категории и остальные категории, которые вы здесь можете посмотреть. Но в целом, если мы сделаем вывод, то комиссия не такая уж и большая – 13%. У меня на этот же товар на Валберсе 19% только комиссия. Логистика плюс-минус, кстати, здесь она реально тоже дешевле. У меня 71 рубль, а здесь со склада получается 22. Но не забываем здесь еще, ну, за коробку не так много. Короче, получается подешевле продавать на Яндексе. Также, когда мы регистрировали кабинет, вот здесь вот у нас был формат, как часто получать выплаты. Чем быстрее, чем чаще мы получаем выплаты, тем выше у нас комиссия. Что это за комиссия? Мол, мы еще должны за вывод денег, что ли, отдавать? Нет, как раз-таки это та самая комиссия, которая взимается за интернет-экваринг. И логично, чем дольше Яндекс держит деньги у себя, тем больше он их может оборачивать, и тем меньшую комиссию он с нас возьмет. Выбирайте для себя удобный формат зачисления денег. Я просто базовый выбрал раз в месяц. Потом, если что, это можно скорректировать. Упаковка и маркировка товара. По поводу упаковки вы все сможете найти в Яндекс.Справке. Там есть такая табличка, в которой расписано, каким образом необходимо упаковать тот или иной вид товара. Про маркировку я тоже неоднократно говорил на своем канале. В принципе, штрих-коды годятся те, которые вы используете для Валбрис. Там кодировка код 128, а вот на А-зоне кодировка ИАН-13. Не забивайте себе голову, по ссылочке в описании вы найдете готовый шаблон, который можете использовать для Валбриса и Яндекс.Маркета. То есть, то, что для Валбриса, он для Яндекс.Маркета тоже подходит. На канале есть отдельное видео, где я показываю свой принтер, как я его настраивал, как делать печать, как вот этот самый шаблон корректировать под себя. Так что, эту информацию там найдете. Сейчас я буду пошагово показывать, как сделать свою первую поставку на Яндекс.Маркет. То есть, мы подключимся по системе FBY. Перед тем, как мы создадим поставку, необходимо настроить раздел «Работа с возвратами и претензиями». Здесь заносим свои контактные данные. Не переживайте, по крайней мере, как мне сказали техподдержки Яндекса, что эти данные покупателю не уходят. Это исключительно для Яндекса. Также я поставил галочку, чтобы автоматически компенсировали товар и стоимость до 2000 рублей без возврата. Если какой-то был брак или еще что-то. Ну, чтобы не забирать эти возвраты, если товар недорогой по себестоимости. Я нажму галочку «Продвигай товары на витрине за 10 тысяч бонусов» и перехожу к поставке. Первым делом выбираю склад. У меня это Московская область, Софина. Я выбираю кроме КГТ. То есть, у меня не крупногабаритный товар. Далее, транзитный склад я не выбираю, потому что из предложенных городов это все равно далеко от меня. Если там будет ваш город, ваш склад, ну, склад в вашем городе, то можно таким образом отвезти. И далее необходимо загрузить список товаров, которые можно поставить именно на этот склад. Да, Яндекс сам решит, какие товары можно поставить, какие нет. В файлике мы видим эти товары, прописываем количество, которое мы планируем поставить, и обязательно объявленную ценность. Далее, Яндекс автоматически предлагает мне доступные даты, свободные даты. Я выбираю время и нажимаю «Создать поставку». Теперь нужно распечатать акт приема-передачи. Когда вы откроете этот файл, у вас будет три страницы. Нужно выбрать третью и распечатать в трех экземплярах. И заверить их, конечно же, подписью. Если у вас нет печати, рядом обязательно, где MP, ставьте B.P. Прямо ручкой так и пишите. Если есть печать, ставьте печать. Помимо этого, нужно скачать еще ярлык для маркировки и его распечатать. Здесь не как на других маркетплейсах. То есть, мы печатаем один и тот же ярлык. Если у нас 10 мест, то мы пишем место 1 из 10, например. И печатаем все на коробке. То есть, штрих-код у нас везде одинаковый. В моей ситуации это всего лишь одна коробка с двумя товарами. Они все поместились туда. Я клею ярлык. Документы, которые я распечатал, а это акт в трех экземплярах, я кладу в файлик. И передам, в общем-то, человеку, который повезет мой товар. Нам нужно будет создать пропуск заблаговременно. И тогда моя поставка будет одобрена для того, чтобы я мог отгрузиться. Пока мой товар едет на склад Яндекса, я хочу уже начать свои продажи. И спокойно могу это сделать. Давайте посмотрим, как подключиться по системе EBS на Яндекс.Маркете. Заходим в раздел «Склад» и «Настройки отгрузки». Здесь мы добавляем свой склад. То есть, указываем наименование, город, в котором находится склад и адрес. Например, если вы храните товары дома, можете указать свой адрес. Если что, покупатель его все равно не увидит. А также ваши контактные данные для того, чтобы с вами смогли связаться из Яндекса. Размер отгрузок вы указываете самостоятельно. Сколько вы заказов готовы в текущий день обработать. Я, например, выберу 50. И также выбираю, куда я хочу привозить товары. На карте я вижу нормальное количество пунктов выдачи заказа Яндекс.Маркета. И выберу более подходящие для меня. Далее выбираем рабочие дни. Я выберу все 7 рабочих дней. И выбираем лимит времени, до которого мы можем собирать заказы. Например, в течение сегодняшнего дня до 16.00 я собираю заказы. И потом до 18.00 я должен успеть за 2 часа отгрузить их на пункт выдачи заказа. Либо я могу выбрать вариант, где увеличить количество времени на сборку заказов. Также вы можете настроить праздники и выходные вне графика, если вдруг куда-то уедете или не будете работать. И можно еще поставить галочку «Работать с электронными актами». То есть не печатать их, а просто электронно они будут формироваться. Но это только для отгрузок на сортировочный центр. На ПВЗ все равно придется печатать акт. Все, мой склад создан. Теперь мне нужно еще настроить раздел. Это работа с возвратами и претензиями. Здесь вы заполняете ваши данные, куда, если что, вам от покупателя придет заказ. По идее, как мне сказали на техподдержке Яндекса, что вот эти все данные покупателю не будут доступны. Они исключительно нужны для Яндекса. Здесь все предельно понятно, как заполняется. Также вы можете поставить галочку и, например, товары стоимости до 2000 рублей будут компенсироваться автоматически. То есть, когда покупатель откажется от вашего бракованного товара, он не поедет к вам, его утилизирует, а покупателю вернут деньги. Я сделал тестовый заказ для того, чтобы показать наглядно, как это работает. Рекомендую вам тоже сделать тестовый заказ и на своем личном кабинете протестировать, как шаг за шагом все это устроено, для того, чтобы потом более уверенно это делать, когда будут падать заказы от реальных покупателей. Так вот, я перехожу в раздел «Заказы». Здесь у меня есть «Заказы и отгрузки». Вверху не забудьте переключиться на FBS или «Экспресс», потому что я вбиваю это со склада Яндекса, а заказ упал по FBS. Вот он мой заказ. Первым делом я печатаю ярлык. Между прочим, размеры 75 на 120 мм точно такие же, как у «Озон». А у меня такие этикетки есть, все окей. Как только я упаковал свой товар и промаркировал, я жму «Готов к отгрузке». Мне потребуется еще подождать до 16.00, вдруг еще упадут какие-то у меня заказы. И тогда после 16.00 я смело могу идти на Яндекс.Маркет, этот самый пункт выдачи заказа, который я выбрал, и не забыть еще распечатать акты в двух экземплярах. Один подписываю и отдаю, а один подписывает мне и отдают мне. Если покупатель откажется от товара, то товар приедет на этот пункт выдачи заказа, на который я отгружался. Это все обрабатывается в личном кабинете, никаких проблем нет. Я желаю хороших продаж и до новых встреч. Пока!